Всем привет! Мой новый подкаст в рамках проекта «Выходные в городе», который сегодня будет посвящен кинофильмам и саундтрекам, которые их включают. Для этого я пригласил своего хорошего друга и коллекционера, поклонника музыки, а также кинематографа Михаила. Привет, Михаил! Да, друзья, всем привет! Рад побывать у тебя в эфире. Спасибо, что пригласил. Нашим слушателям будет очень интересно узнать про то, как началась твоя коллекция, как ты вообще решил покупать диски, неважно, с фильмами, с музыкой, винил, CD. Как ты к этой мысли пришел? Ну, на самом деле, все пришло с детства, идет из детства. Все начиналось с аудиокассет, вот, как у многих. Потом это переросло в CD-диски. И относительно недавно, лет 10 назад, это все перешло в винил. Также до сих пор собираю все три этих носителя. То есть, ну, что-то есть на виниле, что-то есть на аудиокассетах, что-то есть на CD. Что вообще для тебя значит диск, материальный носитель, физическая копия какого-то альбома? Это вообще, на самом деле, очень такая интересная вещь, что-то сразу задействовано три чувства человеческих. Тактильность, визуализация, ну и, конечно, вот, сама музыка. Это несравнимое удовольствие. Я думаю, ты меня понимаешь. Я прекрасно тебя понимаю. Как знает большинство наших слушателей, я также занимаюсь коллекционированием музыки и фильмов, тоже, как и ты с детства. И все это ощущение, которое ты испытываешь, когда заказываешь, потом покупаешь, добавляешь в коллекцию. Это какая-то определенная доза эндорфина, дофамина и всего на свете, которая помогает тебе жить и справляться с какими-то трудностями повседневными. И вот если возвращаясь еще к фильмам, да, на физических носителях, на DVD и на Blu-ray, есть такая интересная тема, помимо доп-материалов, которые часто содержатся на дисках, есть еще очень интересные вещи, которые не найдешь больше нигде, например, анимированные меню, да, стилистические к разным фильмам. То есть такие вещи ты не скачаешь нигде абсолютно. Какая-то полиграфия на любом диске, она тоже индивидуальна, и какую-то свою атмосферу создает. Даже боковинка, которая стоит у меня на полках, они уже все отличаются, и все как-то со своим индивидуальным подходом. Ты можешь в любой момент взять, посмотреть, доп-материалы, посмотреть сам фильм. Интервью с режиссерами и с актерами. Да, да, режиссерские версии расширены или с комментариями. Это, безусловно, очень полезный опыт, я считаю. И именно поэтому мы сегодня собрались, потому что хотим обсудить свои самые-самые любимые саундтреки к своим любимым, повлиявшим на нас фильмам. Конечно, я думаю, и у тебя, и у меня таких фильмов очень много, и подкаст мог бы затянуться несколько часов. Десятки, я думаю, даже больше, может, сотни. Поэтому решили ограничиться некоторым количеством и выбирали самые-самые вкусные, самые значимые, самые интересные. Ты можешь начинать, а потом расскажу я про свой фильм. И в порядке очереди мы будем это делать. Я расскажу о саундтреках, которые так или иначе оказали на меня какое-то влияние. Вот появились в тот период жизни, который сформировал мои музыкальные вкусы. Саундтреков очень много, очень любимых, очень хороших, старых, новых фильмов. Но вот здесь решил собрать самые-самые, так сказать, близкие к сердцу. Первый саундтрек — это не безызвестный, я думаю, не нуждается представление. Я объединил два фильма в один. Это фильм «Брат» 97-го года и фильм «Брат 2» 2000-го года от режиссера Алексея Балабанова. Да, я думаю, этот фильм по-прежнему настолько на словах, на ушах, настолько актуален остается, что каждое новое поколение, по-моему, так же его смотрит, слушает и называет своих детей по имени главного героя. Да, прекрасная актерская работа Сергея Бодрова, Виктора Сухарукова. Первый фильм, как мы знаем, вышел в 97-м году, более такой темный, драматичный, посвящен петербургским бандитским группам. Социальным реалиям. Да, да, да. В первой части саундтрек полностью состоит из песен группы «Ноутирус Пампилиус» Вячеслава Бутусова. Замечательный, мне кажется, подобранный саундтрек, полностью передает атмосферу данного фильма. Ну и также во второй части, сам Алексей Балабанов много раз говорил в интервью, что два фильма — это совершенно разные фильмы, то есть они не имеют ничего общего, общего там только названия и актеры. Второй фильм уже более такой сатирический, «На злобу дня». Там прекрасный саундтрек, который формировал мое отношение к российской рок-сцене. «Ноутирус Пампилиус», «Вячеслав Бутусов», «Би-2», «Маша и Медведи», «Аукцион», «Агата Кристи», «Земфира», «Сплинг», «Крематорий», «Танцы Мину». Замечательный подбор. Когда думаешь о российской рок-сцене того времени, то именно эти коллективы все это и приходят на ум, как будто бы их всех собрали сюда и поместили, чтобы оставить их во времени, когда вы захотите пробежаться по самым значимым рок-командам того времени, российским, то вот вам саундтрек к этому фильму. Эти саундтреки открыли второе дыхание ко многим коллективам, командам. Новая волна популярности с этим фильмом пришла к ним. Всегда трудно ограничивать себя, когда речь идет о трех, пяти, даже семи фильмах. Надо включить самые-самые важные, значимые, и причем значимые на протяжении более долгого времени. Что-то, что было с тобой не один-два года, а уже, может быть, 10 лет, даже 20, чуть ли не всю жизнь. И все-таки, как мне еще хотелось сегодня, я выбрал те фильмы и те саундтреки, которые наиболее, опять же, актуальны, наверное, в нашем времени, нашим реалиям. И как-то они резонируют с внутренним моим состоянием по сей день. Моя единственная надежда, что когда наступит конец света, я смогу вздохнуть с облегчением. Ведь впереди нас будет ждать столько всего хорошего. Я не мог не начать с какого-то другого фильма, который является одним из моих самых любимых. И тем более в марте месяце, именно тогда, когда мы записываем данный подкаст, день рождения режиссера этого фильма, которого зовут Ричард Келли. А фильм называется «Донни Дарка». И я помню, когда я впервые в юности, в подростковом возрасте его посмотрел, как он сильно меня поразил, и сколько вопросов он мне вызвал и поднял. То есть это одно из тех произведений, которые ты смотришь, но до конца не понимаешь. Когда смотришь первый, даже второй раз, но ты понимаешь, что он говорит о тех вещах, которые внутри тебя сидели, но ты до конца сам не мог сформулировать, ощутить. А вот он тебе наглядно это все демонстрирует через язык кинематографа и, конечно, через ту музыку, которая там присутствует. Там можно как бы выделить два саундтрека. Это различные песни 80-х годов. Как бы действие фильм происходит именно в 80-е годы в Америке. В семье подростка, который переживает довольно сложные взаимоотношения с своими родителями, с окружающим миром и впадает в странную авиакатастрофу, прямо не выходя из своей спальни. Мы наблюдаем действия, которые разворачиваются намного дальше, чем просто спальня данного подростка. Поднимаются глубокие философские смыслы. И погружаясь в это все, мы понимаем, кто на самом деле такой этот мальчик и к чему все в итоге может прийти. Так вот, саундтрек, там как бы сделаны две части. Это вот именно песни, как бы актуальные для этого мальчика из святых годов, которые он тогда слушал. Известные английские, американские группы Хэнзе Баннимэн, Дюран Дюран, Тирс Фор Фирс и так далее. Но также это параллельный саундтрек, написанный специально уже для фильма, Майклом Эндрюсом. Это очень вкратчивые, минималистичные, неоклассические композиции, фортепианные, бьетного толка. И, конечно, та самая знаменитая песня, кавер-версия, которую исполнил Гарри Джулис на Mad World. И которая так, как нельзя лучше, мне кажется, демонстрирует эпический и трагический, драматический финал этого фильма. И, конечно же, для меня это является очень важным. И по сей день что-то во мне открывает, что-то во мне щемит и ощущается, когда я его чувствую. Я полностью согласен. Очень люблю этот фильм. Тоже думал включить его в подборку. Но на самом деле очень много хороших сантреков и таких личных фильмов, которые отражаются вот именно в тебе, что-то такое открывает внутреннее. Было очень интересно послушать твои истории. И, наверное, это самый частый, мной пересматриваемый фильм до сих пор. То есть, наверное, ни один другой фильм я не пересматривал столько раз за свою жизнь, сколько Донни Дарксмит. Я просто как бы рассказываю про этот фильм и не думаю о том, что кто-то может вообще его не знать. Там играет Джек Дживенхолл, замечательный американский актер, еще очень молодой тогда. Это одна из его первых и очень важных ролей. Также там играет его сестра Мэгги Дживенхолл, да. Патрикс Уэйзи. Ну, вообще там очень классные актеры. Очень интересные. Дрю Берримор. Так что... Да и жанр этого фильма – драма, фантастика, арт-хаус. Все это вместе соединяется. Я думаю, каждый, кто посмотрит, его запомнит надолго. Недаром у Ричарда Келли всего три фильма по сей день, но каждый из них оставил огромный слой в сердцах, смотревших эти картины людей. Согласен, согласен. Второй фильм, который я решил выбрать, тоже не нуждается, я думаю, в представлении. Фильм 99-го года. Культового, не побоюсь этого слова, режиссера Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». О, ну я был уверен, что ты его выберешь. Дэвид Финчер известен у нас знакомыми картинами, такие как «Семь», «Игра», «Карточный домик», «Зодиак», «Загадочная история Бенджамина Баттона». И многие другие. Прекрасный актерский состав. Считается до сих пор один из лучших. Эдвард Нортон и Брэд Питт. Лучшая их, так сказать, совместная работа, единственная. Элена Бонна Картер. Этот фильм для меня очень знаковый, потому что посмотрел его в начале 2000-х, буквально через год-два после выхода фильма, в 99-м году. До этого все фильмы, так или иначе, я смотрел или по телевизору, или какие-то видеокассеты, DVD-диски мне покупали родители. То есть это все было, так сказать, не совсем мой выбор. Да, покупали классные фильмы. Мы все смотрели культовые, легендарные фильмы и 90-х, там «Терминатор», «Охотники за провидениями», «Назад в будущее» и много-много других. Но все равно это все фильмы были, которые так или иначе показывались, транслировались, ты просто их смотрел. Ну, были как данность, скажем так. «Бойцовский клуб» — это первый фильм, который я осознанно купил на физическом носителе и посмотрел. То есть это, наверное, такая вот отрывная точка моего уже осознанного увлечения киноиндустрией. У меня такой вопрос интересный, потому что я знаю, что ты наверняка тоже с этим сталкивался, особенно в те годы, когда также я покупал эти DVD-диски, которые, особенно такие фильмы, как «Бойцовский клуб» или тот же «Донни Дарка», они же ведь выходили в разных версиях, рецензионные, пиратские, с разными дубляжами. У тебя сразу получилось найти идеальную версию с правильным дубляжом и хорошим качеством? Как раз хотел поднять эту тему. Нет, нет, далеко не сразу. Вот-вот, я так и подумал. Да, был очень интересный момент. Я фильм этот вот, как ты говорил, про «Донни Дарка» пересматривал и пересматриваю, наверное, несчетное количество раз, знаю его практически наизусть. И первый мой DVD-диск был не лицензионный, был с многоголосым переводом. Я его смотрел, 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 бесчисленное количество раз, выучил наизусть, и потом, через какое-то время, уже через лет 5-7, мне уже попался фильм с переводом в дубляже. И это было неимоверно трудно, перестроиться на дубляж, когда ты знаешь весь фильм наизусть, все реплики, это было очень-очень тяжело. Но я сумел. Также этот фильм у меня есть и на DVD, и на Blu-ray. Есть также виниловая пластинка с этим саундтреком. Стоит отметить, что там играет, в первую очередь, группа The Dust Brothers. Это американские композиторы. У одного общего донима Изи Майк у другого Kings Gizmo. Бойцовский клуб — это их единственный саундтрек, вообще единственный полноценный альбом, который они написали. То есть, Дэвид Финчер попросил записать альбом. Очень этому признательны, вдохновлены, записали классный саундтрек, такой электронный, такой хип-хоп с элементами рока, такого пост. Я думаю, все слышали. Но до сих пор это остается один из культовых саундтреков и, так сказать, единственный в их дискографии. Интересный такой момент. Все мы знаем группу Chemical Brothers. Они хотели выразить, так сказать, почтение американскому дэту Dust Brothers и изначально хотели назваться таким же названием. Но из-за судебных, так сказать, перипетий, разбирательств, они это отложили. Да, ну и, конечно, стоит отметить заключительную песню, легендарную, самую известную группу The Pixels, Where is my mind? О, да. Которая играет в самом конце. Группа Pixels получила популярность. Она была очень критически известна в 90-е годы, в начале. Но популярность и мейнстримовый успех получил именно после выхода этого фильма. Да, она прямо тоже новую волну популярности, узнаваемости фанатов. И вообще эта песня, она на самом деле достаточно сильно отличается от их общего музыкального стиля. Замечательный фильм, который начал мое увлечение кино и сбором, покупкой коллекционеров фильмов на физических носителях. Здорово. Я бы еще добавил такой момент, который тоже касается переводов и дубляжей. И носители, на которых мы покупали фильмы, начинали, как раз тоже связанные с моим первым фильмом, с Доней Дарко. Впервые посмотрел по телевизору, по телевизору, на каких-то фильмовых каналах. И потом долго пытался найти в программе, когда будут его повторять, чтобы записать его на ВХС-кассету. Друзья, были раньше такие прямоугольники черного цвета с пленкой, на которую можно было записывать с телевизием. Я скажу, что актуально до сих пор это. Многие люди даже сейчас, в 2024 году, я знаю, собирают фильмы исключительно на ВХС-кассетах. Да ладно, серьезно? Да. Как вот вторая популярная сейчас идет к аудиокассетам музыкальным. То есть многие сейчас определенные группы, да, выпускают аудиокассеты. И также сейчас многие коллекционеры собирают свои фильмы любимые, какие-то из 80-х, 90-х, начало на левых на видеокассетах. И когда я первый раз купил уже диск лицензионный с Донни Дарко, там был совершенно другой перевод. Я тоже с таким трудом привыкал к тому. И там, и там он был многоголосый, но он был разный от разных студий. Мне нравился больше первый базовый перевод на телевизионе, который был. Я потом все-таки нашел лицензионное издание, где был именно этот перевод. И тогда я был рад и доволен. А «Бойцовский клуб» я ходил несколько лет назад со своим другом в кинотеатр смотреть его в оригинальной озвучке. Без каких-либо дубляжей, просто послушать, как актеры все это делают, какие эмоции выражают. Это тоже был крутой, незабываемый опыт. Да, тоже часто посещают такие мероприятия. Вот иное кино, если знаешь, есть у нас такое. Да. Они постоянно выпускают фильмы старые, реставрируют, выпускают в оригинальной озвучке с субтитрами. Тоже незабываемое ощущение. Ты на старые фильмы смотришь, на любимые старые фильмы какие-то значимые тебе смотришь совершенно по-новому. Но я начинаю верить, что некоторые вещи случаются, нравится нам это или нет. И когда они начинают происходить, остается только держаться изо всех сил и смотреть, куда судьба тебя занесет. Это фраза из книги «Как я теперь живу», которую написала Мэг Росов. И по книжке которой вышел фильм, который я хотел сегодня упомянуть и думал, ну не слишком ли это будет большая для него честь и большая для него популярность, потому что, конечно, много фильмов. Но именно он мне приходил в голову, когда я думал о каких-то наиболее сегодня отражающихся, извинячих во мне картин. Фильм называется «Как я теперь люблю» с Фирши Рона в главной роли. Возможно, ты его видел? Смотрел. Смотрел. Да, совершенно недавно, случайно, относительно наткнулся тоже. Где-то в рекомендации. Был безумно приятно удивлен. «Недалекое будущее», где 15-летний Дейзи приезжает из Нью-Йорка в Лондон к тете и дяде и влюбляется без памяти в своего кузена. Но на первой любви встает препятствие разворачивать третью мировую войну. Экранизация этой книги, мне кажется, очень поэтической и очень тонкой и красивой. На первый взгляд, это такая приключенческая, кажется, постапоглифическая подростковая мелодрама. Но на самом деле все выходит на гораздо более глубокий уровень созерцательный, когда ты в это все погружаешься и, главное, ощущаешь те чувства, которые она пытается в зрителе вызвать. И, скажем честно, что именно так и перемешивается в головах современных подростков, да или взрослых, наши общие мысли о будущем, в котором присутствует одновременно и угасание человечества и природы, и бесконечное развитие и духовный прогресс, и возможная война, и возможная любовь. Все-таки любовь, какие бы обстоятельства вокруг ни происходили, остается базовым чувством и все побеждающей эмоцией, и все побеждающей силой даже в наше время. Какие бы обстоятельства и трагические в том числе ни происходили. Да, соглашусь с тобой. Кино такое очень личное. Я посмотрел опера один, можно сказать, на одном дыхании. Я с тобой полностью согласен. Великолепный фильм. Великолепный фильм. Говорю, и бегут мурашки. Режиссер Кевин Макдональд долго выбирал актрису, которую хотел взять на главную роль. Просматривал несколько десяток разных американских молодых актрис, но в итоге остановился выбор на Ирландке Сирше Руном, которая во время первых прогонов и прочтения сценария довела до слез всю съемочную группу. И тогда выбор уже просто был неизбежен. Я думаю, это был правильный выбор. Они не прогадали. Замечательная актриса, замечательное кино, замечательная мудрость. Саундтрек мне очень нравится. Он минималистичный, билетно-электронный. Джо Хопкинс авторов. Композиции, которые, мне кажется, настолько здорово дополняют происходящее на экране. И они лаконичные, они довольно атмосферные, но они очень точные. Они не очень длинные, но они очень точно формируют сцены. Те или иные моменты, которые сменяются один за другим. И плюс еще есть там главная песня, которую исполнила Наташа Хан, она же исполнительница из группы Bad for Lashes, Garden Hearts. Так что и саундтрек, и фильм здесь прекрасно дополняют. Ну и, конечно, остаются актуальными для нас сегодня. Да, замечательный фильм. А захотелось еще раз пересмотреть. Да, следующая картина 2001 года. То есть, видите, мы идем по возрастанию. Тоже легендарный фильм, я думаю, культового режиссера Кэмерон Кроу. Фильм называется «Ванильное небо». Да, это саундтрек, который, мне кажется, и на меня тоже повлиял. Я тоже могу включить его в свой список с ним. Да, вообще Кэмерон Кроу подходит, так сказать, к своим фильмам очень с трепетом, особенно к саундтрекам. Такие фильмы у него есть известная «Одиночка», почти знаменит, «Скажи что-нибудь», вот легендарный фильм. Да. «Элифбетаун», «Мы купили зоопарк». Все вот эти вот фильмы славятся прекрасными музыкальными сопровождениями и саундтреками. Да, и актрисами, которые играют главные роли, там, Кирстон Данс, Скальд Йокнс. Да, да. Вот «Ванильном небе» тоже играют прекрасные актеры. Это, конечно же, Том Круз, Пенелопа Круз. Тим Тесуэнс. Да. И Кэмерон Диэш. Многие, думаю, не знают, что фильм «Ванильное небо» это ремейк фильма 97-го года испанского «Открой глаза», в котором Пенелопа Круз тоже сыграла главную роль. И она связывает с Ваймко Майо эти две картины. Да. Оригинал она получила награды, «Оскар», «Ванильное небо», «Кэмерон Круз», к сожалению, не получила наград, там были только номинации. Единственную награду получил «Сэр Пол Маккартни», который написал одноименную песню к этому фильму «Ванила Скай», которая получила, боюсь ошибиться, если не «Оскар», то точно «Золотой глобус». Прекрасное множество музыкантов играет. Рэй Аэм, Радио Хэд, Мангетт. Ну, я говорю, да, классика всего того, что сформировала многих. Джефф Бактли, Боб Дилан, и, конечно, которых мы уже упоминали, ребят, Chemical Brothers. Безумно приятный, красивый саундтрек. На самом деле, в саундтрек вошли очень мало композиций, то есть, в официальной саундтреке 18 композиций, насколько я помню. В фильме звучит больше 40 песен с небольшими какими-то отрывками, но они, к сожалению, не вошли все в оригинальный саундтрек, потому что их бесчисленное количество. Вот было выбрано самые-самые-самые такие знаковые композиции. Мне очень нравится идея этого фильма. Фильм, наверное, немножко похож на Вечное сияние чистого разума. Такой общий у них антураж, шарм. Да, фильм попался мне в тот момент, когда были проблемы в отношениях, переживания подростковые. Все это отражено в фильме, и для меня этот фильм и саундтрек до сих пор остается одним из любимых, постоянно пересматривая. И мне кажется, это та картина еще, вообще, мне кажется, все эти картины, про которые мы сегодня говорим, которые дают нам помощь и поддержку в сегодняшнем времени, когда мы их смотрим, мы находим какие-то ответы для себя и какой-то смысл и какие-то решения. Да, ты когда пересматриваешь эти фильмы, которые у тебя близки к сердцу, они, во-первых, дают тебе какую-то надежду, тепло, и многие фильмы по-разному ощущаются. То есть, если ты фильм смотрел какой-то в 20 лет, потом ты смотришь в 30 лет, в разные промежутки временные, фильмы воспринимаются по-разному. То есть, ты находишь что-то новое, ты разные темы понимаешь по-разному. Мне кажется, это очень-очень прекрасно. Одна и та же картина дарит тебе разный спектр эмоций и разную почву для размышления. Чужая фантазия очень заразная. Она переносила одно на другое. Так зарождается бред. А бред – это ложь, которая говорит правду. Это цитата еще из одного фильма, который является ремейком одной картины. Этот фильм, о котором я сейчас дальше расскажу, он вышел сравнительно недавно, в 2018 году. И, наверное, является одной из тех картин, которая оставила на меня наиболее сильное впечатление за последние годы, может быть, за последние десятилетия, которые я смотрел. Но если до этого мы говорили про фильмы драматического содержания, триллеры с элементами арт-хауса, постапокалиптические моменты, то здесь это фильм ужасов в таком прям классическом понимании. Фильм называется «Суспирио». И он является ремейком знаменитого фильма ужасов 70-х годов. Данный фильм снял Луко Гуадонина, известный современный итальянский режиссер. И саундтрек, который звучит в этой картине, он не может не покорить. Даже если вы не смотрели фильм «Суспирио», но послушайте саундтрек, который написал Том Йорк из «Радио Хэд», вы как будто бы просмотрите фильм «Суспирио». Настолько точно, органично и естественно Йорк выражает атмосферу, чувства и даже сюжетные направления этой картины. Том Йорк из «Радио Хэд» редко пишет какие-то саундтреки. И даже если какие-то песни «Радио Хэд» использовались фильмы, то это было просто выбрано режиссерами, согласовано с группой, с лейблами, но чтобы он согласился от и до написать что-то новое для какого-то фильма, такое крайне редко бывает. Да, это тот случай, когда фильм и музыкальное сопрождение просто неотделимы. Это как один большой симбиот. Для меня этот фильм это просто шедевр на стыке высокого парящего искусства и глубокого телесного ужаса, который рассказывает о каком-то какой-то беспросветной жестокости и зле истории 20 века, но показывает все через призму искусства и науки, любви и страха, человека и чудовища, через боль и неприходящий какой-то земной мрак, что должен излиться, в итоге укутав тебя в какие-то объятия, чтобы потом начать все заново, как будто бы возродиться. И как нельзя лучше саундтрек Тома Йоркера, главная актриса этого фильма Дакота Джонсон Инсильдус Винтон, сыгравший здесь целых три роли. Конечно, невозможно устоять перед этой картиной и перед той тяжкой атмосферой, которую она рождает. В двух словах это фирма том, как в Европу приезжает американская балерина и устраивается в школу балетную и в этой школе начинают происходить сначала странные, а потом ужасающие моменты. На стыке вот этого чего-то красивого и чего-то мерзкого и рождается что-то уникальное, которое происходит в этом фильме, которое, конечно же, на мой взгляд, на порядок сильнее поднимает всю эту тему истории, которые были в оригинальной картине 70-х годов. Здесь все это приобретает какую-то особую глубину и особый смысл, который, мне кажется, актуален тоже и по сей день. Особенно по сей день. Да, я с тобой согласен. Еще хочется отметить, что очень красиво, можно сказать, стильно снят фильм в прекрасных тонах, то есть как будто ты смотришь не фильм, а какое-то кезитаральное произведение. До глубины души и сопровождение, музыкальное сопровождение Тома Йорка дает какое-то просто... У тебя бегут мурашки. Я ходил на него в кино тоже, когда он выходил. Был просто под впечатлением, когда я выходил в кинотеатр. Мистический опыт даже все это доставляет. И столько деталей. Я до сих пор помню момента, когда после дождя девушка нажимает на дверной звонок и остается капелька воды на дверном звонке. Когда отлупливается краска со стен. Это все такие нюансы, детали, которые можно не замечать, но которые прорабатываются создателями фильма для того, чтобы атмосфера и энтураж были максимально естественной и градоподобной. Наверное, фильм даже лучше оригинала или на уровне. Может кто-то с вами не согласится, конечно, но мне он зацепил по стилистически, по картине намного больше, чем оригинал. Да, и главное, что в нем содержательная сторона как-то на совершенно другой уровень поднимается. То есть, это не просто телесный хор и какой-то гораздо больше. Да, в оригинале, стоит отметить, тоже была очень такая запоминающаяся музыка. Да, да. Саундтрек там был просто музыкальное сопровождение очень гнетущее. Даже слушать ее неуютно, довольно так неприятно. Я как-то пытался включить вечером, было не по себе. И ты одумался и выключил. Да, да. А следующий фильм, немножко отличаемся, будет комедия. Фильм 2008 года, который для меня открыл, наверное, новые музыкальные направления музыки, так как до 2010 года я преимущественно наслушал только нашу российскую сцену. Какой-то период жизни до 2015 я слушал где-то в основном панк, поп-панк вот такого. У меня был такой период там Сам Факиван, Гриндей, Блин, Кван Эйти Ту. Все классики, да. Да, а этот фильм открыл для меня ну, наверное, всю инди-сцену 80-х, 90-х годов, который стал такой новой отронной точкой, которая до сих пор меня, так сказать, самый большой интерес представляет в музыкальном плане. Давайте скажем, что Михаил является администратором нескольких пабликов про знаменитые американские инди-группы в двух словах, скажи. Да, про группу, самую такую, мою любимую популярную группу, которая как раз началась, знакомство именно с этого фильма, который я сейчас вам расскажу, группа Юла Тенга, американцы из города Хабокино. Хабокино, да, очень интересного звучания, кто не слушал, советуем послушать. Кирилл не раз про них рассказывал тоже. Да, было дело. Как говорят многие музыкальные критики, это хорошо отлаженный Velvet Underground. Интересно. Отполированный. Или как звучали бы Velvet Underground, если бы не распались. Да, да, да. Я вот одна из таких краеугольных групп американских инди-сцены, которая в том числе и сформировала понимание вот этого звука инди-музыки, такого тру-звучания, если бы не было. Многие музыкальные критики говорят, что вообще сложно писать про эту группу какие-либо рецензии, потому что на каждом альбоме свой какой-то уникальный стиль. Да. Многие говорят, что эта группа головная боль для музыкальных фильмов. И что же это за фильм? Это фильм 2008 года, который называется Парк культуры и отдых. Отлично. Фильм режиссера Грега Мотелла снимает преимущественно комедии. Его фильм Суперперцы. Полусекретный материальчик инопланетянина и Шпион по соседству. В фильме играет Джесси Айзенберг, Кристиан Стюарт и Райан Рейнс. Просто шикарный набор. Тогда они еще не были, мне кажется, по-моему, Кристиан Стюарт уже снималась в Сумерках, но еще не была такой популярной. Очень приятная актерская игра Кристиан Стюарт. Многие ее ругают, что у нее мало каких-то эмоций, не знаю. Как говорят, у нее есть одна эмоция. Да, да. Ну вот я как-то не знаю. Очень теплотой отношусь. Прекрасный актер. Да, мне кажется, просто некоторые по привычке, по инерции какие-то вещи хейтят, потому что так принято. Да, фильм очень, можно сказать, даже такой для кого-то проходной, очень такой простой. Американская комедия. Главный герой в исполнении Айзенберга устраивается в парк культуры отдыха, в парк развлечений, чтобы заработать себе на летних каникулах деньги для поступления в университет. Там он знакомится с Кристианом Стюартом, Райном Рейнлицем. Фильм такой про что-то ушедшее лично для меня. Летние каникулы, студенческие годы, музыка очень, очень теплый, очень беззаботность какая-то. Да, да, очень такой приятный фильм. Он похож, если кто знает, на фильм тоже. Я тоже думал внести его в подборку. Ник и Нора Infinity плейлист, который у нас перевели «Будь моим парнем на пять минут». Очень фильм похожий, советую посмотреть, видя прекрасный саундтрек. Но возвращаясь к фильму про культуру отдыха, там звучат прекрасные композиции, такие группы как Лурид, Дэвид Боуэ, Зэк Юр, Инексес, Хаскер Ду, Ведведь андеграунд, The Реплейсмент и вышеупомянутая Ела Тенга. Самое интересное, что также Ела Тенга помимо композиций, которые звучат, они записали музыкальное сопровождение к этому фильму. Тоже очень легкое, доброе, мелодичное, приятное. Насколько я знаю, режиссер Грег Матола советовался с ребятами из Ела Тенга по поводу саундтреков. То есть вот эти все композиции, которые звучат в фильме, группы, которые Ела Тенга любили, слушали и считали, что они будут, так сказать, приятно и подходяще звучать в данном фильме. Очень теплый фильм, сейчас у нас наступает весна-лето, обязательно, обязательно всем советую посмотреть, кто не смотрел, безумно вам понравится. Это цитата еще из одной инди-картины, которая является очень популярной, знаковой, и в которой тоже звучали многие американские инди-группы, в том числе Ела Тенга. Эта картина вышла в 2014 году и называется она «Отрочество» режиссера Ричарда Линклейта. Замечательный фильм. Реальная хроника взросления американского мальчугана Мэйсона от первого класса в школе до первого дня в колледже и складывается из небольших эпизодов, показывающих становление и отношения с родителями ребенка, подростка, юноши и окружающими событиями в Америке. Этот фильм снимался в течение 12 лет в реальном времени. За это время актеры менялись и внешне, и внутренне, и физически. Это является попыткой уловить самую трансценцензентность американского индий-кинематографа, который, мне кажется, здесь показывается просто блестящим образом. С одной стороны, кажется, ничего не происходит обычно из жизни, но на самом деле творится такая настоящая, но для каждого неповторимая эта самая жизнь. Через детство и юность к пропасти средних лет. Моя жизнь просто уходит этап за этапом, и ты знаешь, что потом, моя чертова поклана. Еще одна цитата из этой картины. Саундтрек тут тоже потрясающий, он как бы охватывает нулевые годы, начинается в начале нулевых песня Coldplay Yellow окончается песня Deep Blue Arcade Fire с их альбома Культовой провинции 2010 года. Именно обложка альбома Arcade Fire Провинции была на мне, на футболке, когда я ходил в универ. Фильм тоже оставил мне большое влияние. И не скажу, что я буду часто его пересматривать, но тех моментов, когда я видел его, взаимодействовал с ним, они, конечно, поделились на мне, не сформировали меня и дали не понять, что такое террасно-инцензентное кино. Очень легкий, тоже, с одной стороны, легкий, а с другой стороны, глубокий фильм, который дарит такое вот, какое-то тепло. Как раз сейчас наступает весна. Кто не смотрел, всем советуем посмотреть. Мне безумно нравится обложка данного фильма, где главный герой лежит на зеленой траве, вытянув руку. Что-то вот в этой обложке есть такое очень теплое, личное, что и настоящее. С детством, хоть это, можно сказать, что это не наша культура, фильм американский, но очень много связывающих моментов с нашим детством. Потому что детство у нас у всех одни и те же эмоции глобальные мы испытываем, одни и те же мечтания, одно и то же стремление к какому-то чуду, к тому, что все-таки эльфы в этот момент где-то существуют. Да, и что все мы взрослеем, но все равно надо в себе, в душе, внутри себя, в сердце хоть немного оставлять внутреннего ребенка. Он помогает справляться со многими вещами обыденными, тяжелыми, непредсказуемыми, даже когда ты уже совершенно взрослый. Следующий фильм 2009 года я рекомендую посмотреть обязательно всем. Фильм Спайка Джонса, режиссера, который снимал такие культовые фильмы, как «Быть Джоном Малковичем», адаптация, она, фильм называется «Там, где живут чудовища». О, ну я слышал про него тоже, да. Вообще, завязка фильма довольно банальная, не будем скрывать этого. Похож фильм относительно на тоже известный фильм «Мост в терабитию». Думаю, у него многие слышали. В общем, главный герой подросток после ссоры со своей мамой убегает из дому и попадает на остров там, где, собственно, и живут чудовища. Свой небольшой выдуманный мир прекрасен фильм тем, что вот безумно прекрасен. Всем советую его посмотреть, что все чудовища вот эти вот, с которыми он общается, с которых он видит, там нет ни капли компьютерной графики. Все эти чудовища, это огромные костюмы, в которых находятся обычные люди. Фильм происходит в красивых летних теплых тонах, в красивых, так сказать, лесах. И, знаете, вот когда падает, например, свет, какой-то сцены заката, сцены рассвета, и вот на этих чудовищ падают лучи солнца, вот это непередаваемое ощущение, ни одна компьютерная графика не сможет передать вот вот такую визуализацию. Стоит отметить, что фильм снят по детской книге, такая детская книга с картинками писателя и художника Мориса Сендека, которая вышла в 1963 году. Этот фильм настолько меня поразил, что я купил Blu-ray диск с этим фильмом, у меня есть виниловая пластинка, достаточно редкая, дорогая. Есть две совершенно разные игры, посвященные этому фильму, и есть вышеупомянутая книга. Безумно. Ничего себе! Да, да. Это фониста шикарная коллекция. Этот фильм вот последний, наверное, я посмотрел в 2020 году, достаточно поздно, но он как-то для меня отложился, это вот нечто большее, чем просто фильм. Всем советую посмотреть. там звучит замечательный саундтрек, который написала вокалистка Карен О, из группы ЕЕС, да. Саундтрек отличается от ее основного музыкального коллектива. Очень сильно отличается, да? Да, он гитарный, очень легкий, такой мелодичный, и она поет, она поет там акустические песни под гитару. Очень спокойно с детским хором. Саундтрек называется «Там, где живут чудовища», Карен О, и «The Kids». Какими-то детками, непрофессиональными музыкантами собрали, они где-то напоют отдельно сольные песни, где-то вместе с детьми, которые подпевают. Она получила за этот саундтрек «Золотой глобус». Очень-очень теплый, теплый, душевный фильм про взросление, вот, тоже вот может немножечко, вот как ты говорил про фильм «Отрочество». Каждое чудовище, которое видит главный герой, отражает какой-то характер, какое-то его душевное переживание. Купия с музыкой, с сопровождением визуальным, это очень-очень такое сильное для меня кино. И вообще Спайк Джонс, если кто не знает, у него очень красивая картинка в его художественных фильмах, потому что долгое время он снимал клипы известных команд, таких как Sonic Youth, Dinozor Junior, Wither и множество других коллективов, кто еще начинал со съемки клипов. Потому что фильм — это один, можно сказать, большой, визуально красивый такой вот клип. Я сейчас думал о том, какой же фильм выбрать заключающим сегодня. И скажу честно, это не спланировано все, это все экспромтом, но один из двух вариантов как раз был фильм Спайка Джонсона «Она». И я тоже хотел рассказать, как он красиво снят, какой там саундтрек Аркейд Пайр написали, какой он актуальный для нашего времени, для того, что происходит с современными технологиями. Тогда он еще снимался 10 лет назад, когда еще мы многие вещи не знали, как они будут развиваться, но догадывались. И в принципе многое из того, что там показывается про одиночество, про технологии, которые одновременно этому и способствуют, но одновременно и помогают справляться с этим одиночеством. ты рассказал уже про Спайка Джонса столько всего хорошего, что я все-таки решил этот фильм не выбирать сейчас, а назвать другой. И этот другой фильм, мне кажется, тоже логичным, исходя из того, что сегодня мы все-таки больше говорили даже, ну и про фильмы, но все-таки основной был напор на саундтреке, на музыкальную составляющую. И странно было бы не упомянуть сегодня ни один фильм, снятый про музыкантов, или самими музыкантами, или посвященные музыкантам. То есть такие какие-то биопики или какие-то картины, где музыканты играют главную роль. Я выбрал картину, которую смотрел в кинотеатре дважды и тоже остался под сильнейшим впечатлением. Это сравнительно новый фильм, вышедший, кажется, в 2018 году и называется он «Звезда родилась». Я знал, я знал твой выбор. Потому что ты внимательно наблюдаешь за моей деятельностью. Замечательный фильм, замечательный фильм. Я, в принципе, всегда относился уважительно к Леди Гаге, но после этой картины я прям влюбился в нее, в ее творчество и стал собирать даже в том числе и альбомы, и фильмы какие-то. И даже сам этот фильм у меня есть тоже и в DVD-версии, и в Blu-ray-версии. Мало того, у меня даже есть официальный пост из кинотеатра с этим фильмом. Содержание этого фильма многие его, на меня, когда смотрели и догадываются, а становление человека, артиста, музыканта и о том, как к этому становлению прикладывают руку любовь и другой, артиста, музыкант. Это история о падении, о взлете, об исходе одной карьеры и начале новой карьеры. И, конечно же, главное, о самопожертвовании. Я, наверное, не буду рассказывать подробности, потому что какие-то самые базовые вещи должны вы увидеть сами, когда будете смотреть его. Но я точно могу сказать, что саундтрек этого фильма, который написал Брэдли Купер, это знаменитый американский голливудский актер, который также является еще режиссером этой картины, и тот еще, мало того, и песни поет, и вместе с Леди Гагой, естественно. То есть саундтрек Брэдли Купера и Леди Гаги просто завораживает, особенно для тех людей, кто привык больше как поп-евицу воспринимать. А на этом альбоме она звучит как такая кантри-рок-исполнительница, что тоже довольно органично у нее получилось сделать. Ну и Брэдли Купер раскрывается со всех сторон как певец и как актер и как режиссер. Фильм очень монументальный, снят в такой запоминающейся, характерной голливудской манере, харизматичного, колоритного, с яркими сценами, с очень эффектными работами оператора. И, конечно же, до определенной степени он идет сначала как довольно простое кино, но постепенно спектр эмоций, которые в нем присутствуют, поднимает все это на какой-то новый уровень. И в конце это уже просто наотноши, на взрыв, и очень эмоционально, и сильно все это происходит. любой человек, кто хочет посмотреть кино, но еще и послушать музыку, и как все фильмы могут создавать по сути люди от музыки, от сферы искусства, вот этот фильм хороший пример. Да, и узнать, так сказать, своих любимых исполнителей, актеров совершенно с новой стороны. Наш сегодняшний подкаст подходит к концу. Друзья, надеюсь, вам было интересно, познавательно, даже я узнал несколько новых интересных моментов. И мы оба узнали чуть больше про то, чем увлекаемся и что для нас является важным и, думаю, станет важным для многих из вас. Благодаря этому общению можно узнать, рассказать, открыть для себя множество нового, поделиться чем-то, что тоже может в каком-то откликнуться. Хочется сказать, чтобы люди в наш цифровой век, век, когда все мы куда-то спешим, куда-то опаздываем, иногда хоть немножечко замедлялись, находили время пообщаться с друзьями, знакомыми, что-то рассказать, посоветовать, включить любимый фильм, достать диск, достать веневую пластинку, поставить ключи, хоть на небольшое время замедлиться и, так сказать, погрузиться в это искусство, которое, к сожалению, ускоризает от нас. И посвятить время конкретно просмотру фильма, прослушивание музыки, а не делать это фоном и отдать себя полностью кинематографу или музыке в данный момент, когда вы слушаете и что-то смотрите. Да, друзья, на этом мы будем прощаться. Всего вам доброго. Слушайте хорошие фильмы. Смотрите. Слушайте хорошие фильмы. Слушайте хорошие фильмы. Трижды слушайте хорошие фильмы. Да. Всем пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин